библейский портал экзегет.ру представляет приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и продолжаем мы вместе с вами изучать евангелие от матфея читаем восьмую главу и напомним что перед этим была нагорная беседа с 5 по 7 главы 3 главы где излагается удивительное учение христа заповеди блаженств учения о милосердии о посте о молитве там же молитва отче наше о прощении ближних о любви к врагам в общем все то что как вот такие бесценные драгонцежные жемчужины содержатся в евангелии в учении христовом а что же после этого а после этого господь он являет на деле вот то о чем он проповедовал да он проповедует о милости о божественной милости и теперь сходя с горы он это являет самым делом когда же сошел он с горы за ним последовало множество народа то есть люди слышавшие слова христа они не могли оставаться равнодушными они следовали и наверное нам очень трудно даже понять вот как звучало слова христова потому что одни и те же слова их можно по-разному произносить и одну и ту же фразу скажет один человек да ну его может быть не послушаются а те же самые слова произнесет другой человек но с любовью да с теплом сердечным и его уже послушаются и слово может быть растворено благодатью божией и вот интересно что преподобный порфирий ковсоколевит греческий такой святой известный он как-то делился с учениками что иногда господь давал ему прозревать как христос говорил как христос говорил и даже бывало что ну редко конечно когда вот он читал евангелие то он как бы слышал как будто присутствовал и как именно христос говорил но для нас это очень и очень непонятно мы не можем к сожалению воспроизвести это когда мы читаем да мы все равно как бы через призму самих себя и через призму своего несовершенства это проводим ну и так вот а за христом как только услышали до последовало множество народа и вот подошел прокаженный и кланясь ему сказал господи если хочешь можешь меня очистить и вот это вот встречу после нагорной беседы она можно сказать ключевая тут почему так потому что спаситель вот сходят с горы да и внизу его кто встречает прокаженный человек который страдает неизлечимым заболеванием от которого мучается и его считаю таким как бы изгоем он встречаясь другими должен заранее кричать нечист нечист и одно мучение его жизнь и вот это вот встреча это как бы вообще образ того что явлено нам в пришествии христовым вот здесь христос нисходит горы да это образ того как господь сын божий он вообще с небесного мира снисходит на землю и кто его тут встречает а его встречает грешное человечество изъязвленные грехами как бы проказа такая вот греха проказа страсти греховных которые изъедают человечество и сами от этого мучаются осознавая свою нечистоту и спаситель ведь его исцелит это образ того что господь для того снисшел с небес на землю чтобы исцелить нашу духовную проказу причем вот на что святые отцы обращают внимание то что этот прокаженные он очень смиренно обращается господи если хочешь можешь меня очистить то есть он мог бы кричать вот очисти там спаси меня нет он говорит если хочешь то есть если есть твоя воля очень смиренно обращается иисус простерши руку коснулся его и сказал хочу очистить и он тотчас очистился от проказы оказывается есть воля божия о том чтобы человеку было хорошо до чтобы человек исцелялся чтобы он ну если конечно есть если от этого получит пользу сам человек иногда вот люди ищут исцеление чтобы жизнь свою посвятить греху и тогда может быть господь не подаст тебе исцеление но тут вот спаситель проявляет свое милосердие еще сказано что он коснулся а ведь по законам ветхозаветным запрещалось прикасаться к прокаженным потому что ты тогда сам становился нечист на некоторое время однако спаситель он выше вот этих ветхозаветных предписаний потому что он воплотившийся бог и само тело христово телесное его естество оно ведь неразрывно от благодати божией оно в единой его ипостаси божественной соприкасается с божественной природой и поэтому как говорят святые отцы как они толкуют вот эти места что там где христос действовал телесно прикасаясь он тут же действовал и как бог являя и подавая исцеление людям и вот спаситель поэтому прикасается говорит хочу очистить и он тотчас очистился от проказы проказа страшное заболевание на протяжении многих лет изъедает человека трудно подобрать какое-то лекарство тут от одного слова от одного прикосновения потому что прикоснулся воплотившийся бог тотчас очистился от проказа и говорит ему иисус смотри никому не сказывай но пойди покажи себя священнику и принеси дар какой повелел моисей во свидетельство им почему спаситель вот так именно обращается ну понятно почему он посылает его к священнику чтобы он показал себя принес дар потому что прокаженные не мог вернуться в нормальное человеческое общество без освидетельствования а вот эти освидетельствование проводили ветхозаветные вот эти священники которые должны были объявить что вот он очистился и поэтому возвращается к полноценной жизни в богоизбранном народе и положено было принести определенный дар как знак вот благодарности богу и вот чтобы вернуться в нужно было пройти эту процедуру освидетельствовать а почему тогда он говорит спаситель говорит что никому не сказывай а но дело в чем если он очистился понятно что люди уже будут видите говорит а чё с тобой случилось и спаситель его заранее призывает к скромности чтобы он не хвалился этим чудом то есть он мог просто сказать ну да вот очистился а как так ну вот слава богу вот господь исцелил меня а подробности он если бы он начал в подробности пускаться он мог впасть в бахвалиство а через этой гордость и спаситель вот в данном случае спаситель по-разному по-разному обращался к исцеленным иногда запрещал проповедовать им иногда наоборот говорил чтобы они рассказали что им господь сотворил то есть по-разному но в данном случае господь призывает его к скромному смиренному поведению когда же вошел иисус капернаум к нему подошел сотник и просил его господи слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает а сотник это представитель римского народа то есть он язычник он не не представитель и иудеев но видимо вот этот сотник он уже склонялся конечно к признанию и бога единого и к такому благочестию и это наверное вообще первый случай когда кто-то вне иудейского народа обращается ко христу причем вот этот сотник этот сотник он действительно в чем-то уникален значит у него две такие черты это смирение и сострадание любовь смирение как нищета духовных ну сейчас мы увидим в чем это выражается а сострадание любовь он не о себе просит ведь наверняка у него были какие-то свои трудности жизненные какие-то сложности или в семье там или по месту его служения офицерского но он просит вообще не о себе а просит о слуге хотя к слугам в то время относились очень и очень свысока и говорит вот слуга мы лежит дома расслабление жестоко страдает он как бы о себе забыл иисус говорит ему я приду и исцелю его а вот дальше уже смирение проявляется сотник же отвечая сказал господи и я не достоин чтобы ты вошел под кровь мой но скажи только слово и выздоровеет слуга мой ибо я и подвластный человек но имея у себя в подчинении воинов говорю одному пойди и идет и другому приди и приходит и слуге моему сделай то и делает и вот здесь оказывается уже третья такая черта положительная сотника это еще вера вера в божественную силу христа и он сам приводит этот образ такой что вот я говорю скажу какому-то из своих слуг они выполняют или воинам сделай то и он делает мое слово исполняют мои подчиненные а получается что сотник верит что христу подчиняются болезни недуги наши да то есть сама природа природа нашего мира она подчиняется христу а если подчиняется то значит ух во христе есть нечто божественное только богу все подчиняется и вот именно поэтому читаем и услышав сие иисус удивился и сказал идущим за ним истинно говорю вам и в израиле не нашел я такой веры вот не часто встречается в евангелии упоминание удивление христа там в одном месте читаем когда спаситель удивился не верю не верю людей то есть он удивлялся не верю иудеев и удивляется вере сотника противопоставление такое да понятно что спаситель ведь это же да он бог воплотившийся но он и реальный человек он принял человеческое естество с душой и телом и душе принадлежали все чувства поэтому удивление тоже вполне естественно а удивляется он чему тому что сотник не будучи представителем иудейского богоизбранного народа вдруг проявляет такую веру который у иудеев не было и говорит истинно говорю не нашел я в израиле такой веры а а вера во что в то что христос может одним словом на расстояние исцелить слугу причем сам слуга он вообще даже не просит христа ни о чем он просто лежит больной немощи страдает а господь его исцелит на расстоянии и дальше спаситель продолжает говорю же вам что многие придут с востока и запада и возлягут с авраамом исааком иаковом в царстве небесном а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов и вот в этих словах спаситель уже открыто говорит что спасение оно не ограничивается иудейским народом что все призываются к спасению поэтому придут значит там и с востока и запада ну конечно же с севера и с юга и народы языческие будут призываться а для чего для того чтобы участвовать в избрании божьем и они возлягут с авраамом исааком иаком в царстве небесном то есть не надо думать что богоизбранность это принадлежность национальная это якобы только кровному росту относится что те кто потомки иудеев вот они вроде как бы только богоизбранный народ нет придут язычники которые возлягут с авраамом отцом всех верующих с исааком иаком в царстве небесном значит и язычники тоже станут богоизбранными а вот к сожалению великому сыны царства иудейский народ извежены будут во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов тьма внешне то есть вне царствия божия вне света боже небесного божественного царства и соответственно это указание на адские муки и к сожалению те иудеи которые отвергли христа не приняли его они не могут быть со христом понимаете человек он может быть или казаться там очень порядочным делать какие-то вот внешне приличные действия вроде никого не обижает но христос ему не нужен а царство небесное есть царство спасенных во христе а если христос тебе не нужен то как же ты войдешь в царство христово поэтому спастись не могут те которые отвергают христа выступают против него там будет плач и скрежет зубов это конечно указание на муки нестерпимые адовы тяжкие страдания и сказал иисус сотнику иди и как ты веровал да будет тебе и выздоровел слуга его в тот час то есть по одному слову по вере вот этого сотника учитывая конечно его любовь его смирение то что не о себе просил тут же исцеляется его слуга придя в дом петров иисус увидел тещу его лежащую в горячке мы видим что значит у петра апостола была теща стал быть он был женат пётр и тем самым евангелие говорит что в браке в семье нет ничего самого по себе плохого конечно иногда люди свою жизнь настолько значит и семейную жизнь превращают в мучение мучают друг друга и там и тещи и кто угодно но судя по всему здесь все таки были более-менее такие хорошие взаимоотношения и тут мы читаем что вот как увидел теща коснулся и коснулся руки ее спаситель и горячка оставил и и она встала и служила им спаситель опять таки вот через прикосновение это вот у святого афанасия великого у него есть такие слова что спаситель как человек простер руку к теще петра а как бог прекратил в ней болезнь христос это бога человек он как человек прикасается но тут же как бог действует ну конечно появление такого целителя с большой буквы целителя и чудотворца в доме петра стало известно другим людям и тут мы видим что стали со всех сторон стекаться а еще просители чудо когда же настал вечер к нему привели многих бесноватых ну когда вечер видимо днем люди работали а потом встречаясь после работы под вечер уже стали узнавать что христос исцеляющий других вот он появился в доме апостола петра поэтому стали собираться как в час и на первом месте здесь упоминаются бесноватые страдавшие одержимы и он спаситель изгнал духов словом и исцелил всех больных без без они бессильны перед христом и они тут же просто вот выскакивали из этих одержимых куда-то подальше там улетали чтобы даже близко не находиться и спаситель читаем еще исцелил всех больных то есть тут различаются есть значит одержимые которые страдают от темных падших духов бесов а есть и которые страдают от чистого физиологических заболеваний как их спаситель тоже исцеляет да сбудется речено через пророка исаи у который говорит он взял на себя наши немощи и понес болезни вот интересно как евангелист матфей употребляет эту фразу из пророка исаи там ведь у исаи это контекст что спаситель страдает за грехи людей а здесь матфей он относит это к исцелению болезни а почему потому что здесь подчеркивается мысль о сострадании спаситель сострадал этим бедным несчастным людям и ведь зачастую они шли только вот ради исцеления понимаете им хотелось просто получить вот телесное исцеление но господь все равно проявлял к ним вот это милосердие а почему-то потому что есть разные уровни отношения ко христу и самый такой примитивный уровень это когда люди хотят все время чего-то получить от бога чего-то в земном каких-то успехов вот просит чтобы там повыше зарплата была чтобы удался отпуск чтобы удалось куда-то выехать на море потом значит это ну совсем такие корыстные потом чуть повыше может быть когда молятся о здоровье ближних потому что ты уже не о себе болеешь до переживаешь а о близком человеке но ищешь прежде всего телесного временного здоровья более высокий уровень когда ты уже просишь чтобы господь простил тебе грехи помог тебе побеждать какие-то вот страсти там потом еще более высокий уровень например когда ты будешь просить любви к врагам чтобы господь научил тебя любить любить врагов милого тех кто относится к тебе с ненавистью то есть есть вот разные уровни отношения ко христу и люди потихоньку как по ступенькам восходит по этим уровням но господь принимает каждого и даже вот таких простых просьбах вот просто вот исцеление физическом телесном даже непонятно будут они дальше думать о спасении своей души или не будут но все равно спаситель проявляет любовь милосердие снисхождение а почему потому что у него есть сострадание и поэтому сказано он взял на себя наши немощи и понес болезни увидев же иисус вокруг себя множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону ну видим это уже на следующий день ну тут конечно не уточняется речь идет о чем о том что люди когда вот получают чудеса то людей собирается еще больше вот если накормить пять тысяч пятью хлебами там даже в евангелии ты она уточняется что после этого решили христа сделать царем то есть когда люди получают что-то материальное и сразу многое чудесным образом то люди просто вот готовы к умиротворить обогатворять а вот когда нужно находиться со спасителем рядом с крестом его с распятием то уже вот как-то теряется это стремление и поэтому собиралось много из-за того что спаситель исцелял и он велел отплыть на другую сторону на другую сторону чего озеро или море тивериадского оно же галилейское или генесарецкое и тут вот такая вот ситуация значит тогда один книжник подойдя сказал ему учитель я пойду за тобой куда бы ты не пошел причем чтобы книжник последовал за христом это очень редкая ситуация в принципе они ходили слушали но особо не становились учениками христова а тут вот этот книжник он называет христа именно учителем и у него возникла решимость я пойду за тобой куда бы ты не пошел и говорит ему иисус лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову спаситель отвечает только такой фразы а почему так дело в том что спаситель и не отказывает ему а соглашается ли да соглашается чтобы он последовал но спаситель говорит про условия условия следования за христом ведь господь же действительно не имел где голову преклонить он не имел своего дома он не имел возможности где-то вот иногда по-человечески переночевать преклонить голову и вот такая вот жизнь следование за христом она была очень трудна и не каждый мог это потянуть поэтому спаситель заранее ему говорит что вот ты подумай потянешь ли ты это вот к сожалению не рассказывается дальше последовал книжник или нет ну видимо он решил задуматься задуматься и пока вот вернулся к своим книжным книжным занятиям другой же из учеников его то есть тот кто уже вот как бы приблизился из учеников сказал ему господи позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего но иисус сказал ему иди со мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов причем фраза эта она звучит может быть даже несколько так вот радикально но дело все в том в даже если просто взять реалии того времени ведь в иудеи хоронили в тот же день когда умирал человек понимаете а этот то он уже находится рядом со христом то есть он не при мертвом отце находится но вы понимаете что вот если в этот день умер у у тебя отец вот сколько надо всего организовать чтобы быстро вот найти чтобы там выкапывали могилу ну или вы высекали в скале пещеру где чтобы там похоронить готовить все это созывают там родных близких то есть очень много надо хлопот в течение дня но он то уже находится при христе вот этот человек то есть если действительно умер отец то уже кто-то другой занимается организациями похорон а этот он как бы вот ну позволь мне прежде пойти то есть у него некая вот двойственность он вроде бы пришел ко христу но пришел из любопытства послушать а при этом вот полностью последовать и не решается ищет некий оправдательный повод для того чтобы сделать шаг назад вот я еще подумаю пока при этом некоторые толкователи они как объясняют что может быть тут речь идет о чем о том что на самом деле никто и не умер а он говорит вот позволь мне как бы вот доходить моего отца да вот пока родители живы я вот останусь при них и вот когда уже там отец покинет мир земной то после этого я приду то есть не сейчас а потом и спаситель ему говорит что вот тут есть лукавая такая двойственность что человек оставив христа вернется к своим бытовым вот этим ежедневным занятиям и после этого вообще забудет о христе я вот помню когда трудился в николу грешской семинарии иногда приходили такие молодые ребята чтобы поступить и значит их некоторые ну ой редко но бывали такие случаи вот он говорит что вот у меня там дома вот сейчас возникли дела и вот надо помочь там родным близким и нужно мне вот поработать чтобы деньги заработать там поделиться ну и что-то такое или так даже может быть семью содержать я приеду через год говорит он и мы ему говорили что это вот самообман что если господь тебя привел то ты оставайся и уже следуй по этому пути потому что там господь все управит а если ты вернешься ты через год уже не приедешь потому что начнется другая жизнь тебя затянет в тот круговорот дел и все ты уже оттуда не выйдешь и на самом деле каждый раз именно так и происходило те кто уезжали всего лишь на год чтобы потом опять вернуться поступить никто из них уже после этого не возвращался потому что жизнь затягивала вот свою пучину и вот этой наше иллюзорное представление что вот нужно все время зарабатывать зарабатывать она поглощает человека и он потом просто не может из этого вырваться и вот в том случае спаситель конечно отвечает достаточно жестко он говорит иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов в целом конечно святые отцы они как толкует что вот есть те которые не откликнулись на слова христовый те которые духовно мертвые и вот они занимаются какими-то своими земными делами и поэтому трогать их не надо но если ты почувствовал призыв то следуй за христом то есть на первом месте господь а дальше уже все остальное но конечно же это говорилось не в том смысле чтобы рушить там семьи взаимоотношения между людьми а смысл в том что если ты в какой-то момент подавишь себе призвание к духовному к высшему к небесному то затем ты его так подавишь что может быть она в тебе уже больше и не проявится и когда вошел он в лодку за ним последовали ученики его и вот сделалось великое волнение на море так что лодка покрывалась волнами а он спал вот интересная очень ситуация до христос который одним прикосновением на счетам вот исцеляет прокаженного до тещу петрову тоже одним словом он исцеляя слугу сотника все подчиняется а тут вдруг великое волнение на море да и при этом христос спит ну понятно почему он спал потому что как человек он естественно нес все вот человеческие вот эти немощи человеческого естества были все потребности нашей телесной природы в том числе потребность во сне и соответственно нужно было удовлетворять этой потребности вот он уснул от физического переутомления а ученикам попущена буря и вокруг вокруг их маленькой ладьи до подымаются волны им кажется что сейчас вот просто вот их захлестнет и вот так вот в нашей жизни у христиан бывает иногда что подымаются волны волны которые как кажется могут не спровергнуть жизненный корабль и мы в отчаянии почти в отчаянии обращаемся к богу что все вот уже погибаем нам кажется что мы утонем но ведь господь то находится рядом то есть все дело именно в нашем маловерии это маловерие было у апостолов даже когда вас христос рядом с ними находился тогда ученики его подойдя к нему разбудили его и сказали господи спаси нас погибаем и говорит им что вы так боязливы маловерные оказывается страхи связаны с маловерием вот если нет крепкой веры то обязательно будешь поддаваться каким-то страхом боязни страх завтрашнего дня до что будет со здоровьем а если значит экономика рухнет а если мы останемся без средств а если значит с государством что-то случится и вот все вот эти вот мыслимые и немыслимые страхи они подкрадываются означает что ты внутри не доверил себя богу ты не верил себя в руки божии забыл что господь заботится обо всем мире и вот такое маловерие она влечет за собой страхи и поэтому спаситель он обличает учеников данном случае говорит что вы так боязливы маловерны потом встав запретил ветром и морю и сделалась великая тишина люди же удивляясь говорили кто это что и ветры и море повинуются ему то есть спаситель повинуются и падшие духи и телесные недуги разные болезни и падшие духи когда из одержимых выходят значит болезни потому что от одного прикосновения христова люди страждущие исцелялись и в том числе подчиняются и стихии природные стихи вот эти вот ветры волнение моря это значит что спаситель обладает божественной силой потому что он как сын божий он и творец нашего мира вместе с богом отцом и со святым духом он сотворил наш мир и поэтому мир подчиняется ему и когда он прибыл на другой берег в страну гиргесинскую прежде всего отметим что это за страна гиргесинская там в других евангелиях она именуется как гадаринская это от двух разных городов был город гадара отсюда гадаринской земля а был еще город гиргес или гиргеса чуть подальше это вообще юго-восток от галилейского моря ну или генисаретского озера юго-востоку туда там эти места находятся и вот спаситель с учениками прибывает туда его встретили два бесноватые читаем и вышедшие из гробов весьма свирепы так что никто не смел проходить тем путем но гробы имеется ввиду конечно же пещеры в которых хранили покойников и в таких пещерах иногда вот находили пристанище люди не имевшие жилья до или же которые скитались вне вот обычного человеческого общества эти два бесноватые понятно что их значит сторонились всюду вот они там находили свое пристанище но все равно вид я думаю жуткий когда из такого гроба гроб гробницы выходят свирепые бесноватые ну не мертвецы конечно вышли но вышли живые но настолько свирепы что просто жуть охватывал людей сказано так что никто не смел проходить тем путем и вот они закричали что тебе до нас иисус сын божий пришел ты сюда прежде времени мучить нас а кто-то закричал тут имеется ввиду что не два бесноватые до голос их а кричали на самом деле бесы которые в них вошли и вот без и пользуясь голосовыми связками этих людей потому что что такое беснование держимость это власти от бесы над телесным естеством человека кому-то попущено это да как некая скорбь который несет такой человек вот они мучают этих людей да и других через них и они увидев христа поняли что пришел ты им конец что их изгонит и они боятся христа оказывается бесы боятся христа поэтому нужно не заискивать перед демонами а ко христу стремиться если ты вместе со христом то и тебя без и будут бояться значит закричали что тебе до нас иисус сын божий пришел ты сюда прежде времени мучить нас ну что это значит прежде времени дело в том что иисус христос он и судья над миром и он и судья над ангелами над падшими ангелами и все падшие ангелы рано или поздно они будут ввергнуты в озеро огненное в гиену в преисподнюю и там преданы вечным мучением и значит вот они видимо боялись что уже сейчас направит и в гиенную и просит что прежде времени пришел ты мучить нас а почему мучить нас потому что приближение благодати божией оно тяжко для падших ангелов и кстати тяжко также для грехолюбивых людей которые живут в пороках в скверне такой греховные бывают даже такие вот если такой человек заходит в храм в какой-то момент тоже ему может стать плохо но это не значит что все кому плохо в храме что они подвержены бесовскому демоническому действу вовсе нет но говорим про то что благодать божия она мучительно для падших духов вдали и же читаем и вдали же от них послось большое стадо свиней в этих местах гиргесинских там жило конечно и много язычников и вероятно вот местные жители и в том числе иудеи кстати ради продажи могли разводить свиней сами не ели но продавали как бы там ни было получается так что разводили свиней которые считались у иудейского народа нечистыми животными и сами по себе образ были нечистоты ну и мы сами говорим что такой-то человек вот он ведет себя как свинья подразумевая может быть даже моральные какие-то его качества то есть образ понятен и как же тогда вот значит христос а бесы просят что хотя бы в свиней значит пошли и он спаситель сказала идите и они выйдя пошли в стадо свиное и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде наверное это было какое-то жуткое зрелище когда мирно паслось стадо вот этих в общем-то но безобидных для человека существ свиней и вдруг они превращаются значит в стаю каких-то агрессивных существ которые начинают грызть друг друга хрюкая устремляются крутизне бросаются оттуда в море да как помешанные пол как полуумные и возникает вопрос а для чего господь вообще попустил все это страшное зрелище а для того чтобы вразумить нас что без и во-первых если мы их подпускаем к себе они способны были бы уничтожить весь мир вот как они уничтожили свиней они могли бы уничтожить весь мир но этого не происходит потому что мир в руках божьих и даже чтобы войти в свиней им требовалось позволение боже они не могли сами по себе без божественного попущения войти в этих несчастных животных только с попущение божие значит канам никакая демоническая сила не прикоснется если мы будем на господу уповать не ничьи там порчи там сглазы заклинания магические заговоры и прочее все они не причинят человеку вреда потому что бесы не могут мучить тех вот кого сами хотят мучить только есть вот божественный промысл если господь подпустит какого-то демона то да он может причинить какие-то вот страдания но обращаться надо за спасением именно к богу а темных сил не не бояться и даже лучше не вспоминать о них читаем что было дальше пастухи же побежали и придя в город рассказали обо всем и о том что было с бесноватыми понятно что пастухи не могли уберечь стадо побежали рассказали в то что случилось со свиньями а заодно рассказали что было с бесноватыми что вот доходили там помните тех двух свирепых бесноватых так вот теперь они исцелились уже в здравом уме об этом рассказали пастухи и что мы видим дальше и вот весь город вышел навстречу иисусу и увидев его просили чтобы он отошел от пределов их на самом деле это очень даже понятно для человеческого сообщества потому что люди больше думают про свою наживу да про свой значит за комфорт про свою экономическую безопасность и свиньи которые разводились они ведь доставляли определенный прибыток этим людям а поскольку христос вот он допустил такую вещь вот страшную то получается как-то что спаситель он что вот не за наш экономический прибыток хотя свиньи в этих местах считали за нечистых животных и поэтому попросили чтобы спаситель лучше просто ушел от них этим людям свиньи были более дороги нежели сам христос и что удивительно что люди понимаете они даже как бы пропустили вот мимо себя то что исцелились вот эти два бесноватые а потому что тоже вот эти два человека они не представлялись собой никакой ценности для жителей города а вот только бы сохранились их свиньи и такое конечно живут поведение не может быть нами одобрено ну а спаситель он не настаивает и на чем и раз они не хотят он спокойно вот уходит из тех мест и на этом к сожалению заканчивается восьмая глава евангелия от матфея нам есть о чем задуматься есть что извлечь для себя для своей духовной жизни но самое главное это не бояться падших духов и стараться быть поближе господу иисусу христу всего доброго вам дорогие братья и сестры на этом восьмую главу мы завершили храни вас господь